Друзья, привет всем! С вами Ирокес и дни М416 как самого лучшего оружия в PUBG подходят к концу. Ее занерфили и в ближайшем обновлении она станет гораздо слабее, поэтому нужно поиграть с ней вдоволь. Так что давайте посмотрим, насколько же она хороша сейчас в умелых руках, ну и насладимся последними дни ее доминации, а там придет уже новый король. Поэтому сегодня у нас игрок команды Фейс с Ником Густав, который со своим напарником сделали на двоих более тридцатки фрагов. Располагайтесь, друзья, поудобней, приготавливайте вкусняшки, ведь будет очень интересно. Не забудь, дорогой мой друг, поддержать это видео лайком, ну и подпишись на канал, если ты все еще этого не сделал, а так, конечно же, погнали! Друзья, в связи с пандемией практически не осталось никаких спортивных событий, но тем не менее киберспорт все равно иногда радует чем-то интересным. Например, завтра в CSGO будет проходить битва за чемпионство, команда Астралис будет отстаивать свой титул. Ну и если вам интересно именно это или любое другое событие, то вы всегда можете подогреть интерес у моих друзей компании 1Х. Ссылку вы, как всегда, найдете в закрепе, а по промокоду Ирокез вы получите до 100 евро бонусом. Поэтому всем удачи! Ну что же, сегодня опять смотрим за картой, которую нельзя называть, потому что ее не существует. Это Миромар, на котором поиграть практически невозможно. Будем надеяться, что ситуация с обновлением и ботами в PUBG изменит эту ситуацию. Ну и здесь, как мы видим, Густав сразу же с тиммейтом прыгнул на арену и начал раскатывать пацанов с той самой М416, которую ему повезло найти в самом начале. И с этой секунды он ее ни на что не променяет. Уже огромнейшее количество игроков называли эту пушку лучшей в данной игре, что она супер универсальная, супер комфортная, невероятно удобная. И понятное дело, что дико мощная и, естественно, из-за того, что все ее берут не раздумывая, то разработчики решили как-то это поменять. Уже сделал два фрага. Это режим дуо против сквадов. Ребятки решили, что они достаточно сильны для того, чтобы вывозить рандомные сквады соперников. Ну и действительно, да. Уже это не просто два проигрока. Два проигрока, играющих в одной команде, сыгранные, которые понимают друг друга уже много времени, как откатали вместе. Поэтому, я думаю, у них уж точно все получится. Пока что просто лутают аренку. Ну и, видимо, залутав, уже выходят из Пикада. Сначала прошли апельсинки. Там, видимо, тоже никого не нашли. Ну и далее уже настреливают за линию. Здесь Эдзи, видимо, рашит хатку, да, в которой Густав услышал человека. Тут выходят вдвоем на размен. И правильно, что это сделали. Хотя, единственное, что было неприятно, что в один ряд этот тип мог забрать их с одного спрея. Но, тем не менее, как раз-таки Эдзи упал. Густав раскатал второго игрока. Поднимает своего тиммейта. Но это всего лишь два соперника. Тут могут быть, понятное дело, еще. Хотя, вроде как, пока что никакой инфы про это нет. И поскольку они умерли, значит, это уже полностью весь сквад, который сразу отлетел. Но Пикадо большой. И, в принципе, здесь еще кто-то может сидеть. Но, к сожалению, нет. Видимо, город оказался почему-то пустынным. Здесь Густав заметил АФК-шного типа и даже не сразу попал в голову. Бывает, ничего страшного. Забрал его с миника. И его Эдзи похвалил. Говорит, отличный, отличный хэдшот. Красавчик. Ну, действительно, молодец. Великолепно разобрался с невероятно сложным соперником. Ну, и дальше уже, естественно, будут пытаться уехать из этого города. Находить новых соперников. Что мы, в принципе, и видим. Пока что неизвестная мне местность. Не знаю, где это они катаются. Но тут какой-то лютейший тип. Эдзи, как же ошибочно он вышел? Хотя, может быть, и нет. Пользуясь тем, что у соперника перезарядка. Точнее, наоборот, это был Густав. Эдзи Нокнутый уже лежит. И человек с ником FBI Лу чуть ли не вынес нашу дуо киберспортсменов. Тут парень решил не добивать красавчика. То это было бы очень неприятно. Сразу же бы Эдзи потерялся. Густаву пришлось бы тащить в соло. Но пока что он именно это и делает. Эдзи опять нокается. Густав говорит, дружище, ничего. Я тебя подниму. Все хорошо. Мы тут с двумя пацанами разобрались. Только вот не подходи под мои выстрелы. Пожалуйста. Расстрелял человека в шлем. Также нокнул еще. Точнее, добил Нокнутого Эдзи. И уже 7 фрагов для Густава. Все у него хорошо, все четко. Чувствует себя неплохо. Прокинул, естественно, смог для того, чтобы залутать этого парня в открытой местности. Ну и сейчас еще Эдзи надо бы подвосстановиться. И тогда вообще все будет неплохо. Не использует, кстати, фигню со вторым слотом. Видимо, решает, что это не так сильно важно. Тоже, кстати, всегда так думал. Но если кто не знает, дорогие мои друзья, ходит миф о том, что оружие из второго слота достается там на какие-то доли секунды быстрее. Не знаю, так ли это на самом деле. Не проверял. Но много кто этим пренебрегает. Но здесь далее еще перетягиваются. Это в сторону Грейвьярда. И тут услышали еще соперников. Эдзи уже себе раздобыл. 3х присал на М4-16. И говорит, ну все, ребят, теперь уж вы простите, но у вас проблемы. Нокает двоих игроков. Опять же, кстати, не Эдзи, Густав. Что-то я их очень часто путаю. Видимо, болею за Эдзи. И хочу, чтобы он не умирал больше в этой катке. И попытался настрелять. Кстати, опять, ребятки, интерактивчик. Гляньте, у него что-то сапки тут полетели. Пытаемся предположить, кто сколько сделает фрагов. На двоих 32, если я не ошибаюсь. Вот, давайте пытайтесь угадать, сколько сделает Густав. Сколько Эдзи. Ну, естественно, раз мы наблюдаем за Густавом, то он сделает их больше. Уже у него десятка. И здесь еще замечают двух игроков. Кстати, оба катаются мини-14, обратите внимание. Поэтому здесь у соперников на дальней дистанции будут огромнейшие-огромнейшие проблемы. Они вряд ли смогут что-то как-то противопоставить таким двум стрелкам. Но зато теперь нужно много пятерок. Тут вот у них есть несколько трупов, с которых, я уверен, они все, что надо, подберут. Хотя нет. Вот, да, как раз пятерки у этого чела есть. Там еще, скорее всего, у трупа. И я думаю, что в этой амуниции проблем никогда не возникает. 42 человека осталось живо. Все еще около Грейвьярда тусуют. Заметили соперников около Тубзика. Густав дает как раз-таки инфу своему тиммейту. Эдзи начинает настреливать. Нокнул, нет, не нокнул одного. Но там очень больно продамажил. Говорит Густав, что я пока беру угол. Все хорошо. Ты их пока подержи. Не вылази. Не высовывайся слишком сильно. И действительно так и происходит. Да, Густав просто заходит в бочину. Там чел совершенно не ожидал этого. Сидел АФК и получает две башки. За счет чего, естественно, отправляется в лобби. Эдзи нокает еще кого-то. И теперь уже у этих типов огромнейшие-огромнейшие проблемы. Густав, видимо, видел человека за деревом. Да, поэтому очень часто туда смотрел. И как же жестко наваливается миника. На такой дистанции просто каждая пуля летит в тело, в место туда, куда нужно. И бедный-бедный соперник вообще не знал, что ему сделать. Эдзи добил еще одного, похоже. Пока не до конца я понял. Густав еще его прикрывает, заваливая смоком. И вот теперь это полностью разобранный сквад. Тут Эдзи еще внес свою лепту. И теперь уже у Густава 12 фрагов. Но эту четверку они распилили, скажем так, пополам. Там ровно каждый падла себе забрал. Довольно хорошая эффективность. Ну и теперь, естественно, нужно двигаться в круг. Тут особо много не придумаешь. И тем не менее, все равно, ребятки, не по ровной прямой собираются ехать. А вот немножечко взяли левее, для того, чтобы проверить, не бежит ли кто-то в сторону как раз-таки белого круга. Для того, чтобы их закрыть, увидеть в поле, настрелять. Ну, примерно то же самое, что мы только что видели. Насколько это легкие фраги и насколько приятно таких пацанов закрывать. Услышал соперников, которые ехали на тачке. Как же много с них крови выпало, прежде чем оба нокнулись. Но вот здесь как-то равномерно распределился урон по пацанам. И опять же, отличнейший же зажим с М416. С одного рожка позволил высадить двоих соперников даже на мотоцикле, который довольно-таки неплох. И вот как раз-таки на карте Мирамар этот транспорт является очень даже хорошим, поскольку он позволяет вам быстро перемещаться вот по всем вот этим вот ухабам, по каким-то неровным местностям. И в принципе, как раз-таки проигроки, особенно если на паблике хотят много фрагов наваливать, предпочитают именно двухколесный мотоцикл на Мирамаре, нежели чем другой транспорт. Но даже он не стал чем-то трудным для Густава. Он просто спокойно вынес этих типов. Тут далее опять же закрывают край. Знают, что в этом кемпе находятся соперники. Пытаются настрелить с миника по этому типу, но всего лишь одно попадание. Немножечко, немножечко, мне кажется, лишнее вот это дергался. Вот там куешил. Непонятно, зачем в тебя сейчас никто не смотрел. Ну вот, может быть, из-за этого не сделал те самые там парочку попаданий, которые могли бы зарешать. Но, тем не менее, у пацанов нет зоны. Они все равно сюда рано или поздно выйдут. Хотя, вот там какая-то стрельба. И Густав решает подойти поближе. Выходит крайне открыто. Понимает, что что-то это он баканул не по рангу. Что-то он вообще вот как-то слишком уж слишком открыто вышел. Но, тем не менее, пока хилится. Там что-то подсчитывает чатик. Что-то еще смотрит, что происходит. Ну и здесь далее продолжает уже начекивать соперника, где он был. Тут уже более-менее нормально, где у него торчит. Примерно половина корпуса для того, чтобы уже стрелять более адекватно, нежели чем вот до этого, как он просто вышел. Тем временем мы увидим, что Эйдзи по миникарте уже подошел совершенно близко к этому кемпу. Взял на них угол. Но сам Густав ему говорит, дружище, ты там особо не агрессируй, не прогрессируй. Давай нормально там себя веди. Не нокнись, пожалуйста. Но, тем не менее, Эйдзи там уже кого-то сразу же притом разбил. Да, видимо, там остался всего лишь соло тип в этом кемпе. Так как он ему дал хедшоты, тип не нокнулся. Но, тем не менее, как-то он все еще остается там. Мы видим, что сам Густав смотрит в сторону белого круга. Замечает целый скват, который их палит. Дает, естественно, инфу. Говорит, что теперь нужно поменять позицию. Да, вот его настреливает сразу же несколько человек. Нужно мансить. Нужно как-то занять круг в виде вот этих вот ангаров. Поэтому он сразу же убегает налево. Тут еще говорит, есть ли кто-то в кемпе Эйдзи. Я не услышал, что ответил. Видимо, что-то досказал. Тут еще пацаны, которые сидят. Да-да-да, вот, из кемпа перебегает тип. Через дорогу не получилось у него это сделать. У второго тоже не совсем знаю, на что они рассчитывали. Но вот тут, вот сейчас это может быть ошибкой. Вот Эйдзи стрелять из-за зоны по типам, которые, ну, не знаю, вообще делали что-то в их сторону. Густав еще успеет дойти. Эйдзи уже 100% нет. Его нокнули, по-моему, нет. Или вот сейчас он нокнется с синего круга. Видимо, у него не было аптеки. Не знаю, почему он ее не хавал. И уже Густаву придется играть одному. 17 фрагов у него. Еще чей-то доел. Нас 450 метров с мини-14. Ну и вот тут остался против семерых соперников. Здесь нужно добежать. Но он, по идее, успевает. Да, зайдет еще в хатку. И сейчас никакая не прилетит пулечка. Нет, все хорошо. Все четко. Сам даже немножечко занервничал такой. И как только уже начал втыкать в себя аптеку, так спокойно с облегчением выдохнул. Ну что же, все нормально. Все хорошо. Ситуация более-менее рабочая. Конечно же, неприятно, что сейчас нужно бежать через такую довольно открытую местность. Помню, что у него в левом фронте как раз находится целый сквад соперников, в которых Эйдзи ему так благоприятно, не знаю, обратил внимание на себя. И поэтому теперь Густаву придется все вот это разгребать. Вот так всегда тиммейт баловался, а тебе вот давай вывози после этого. Ну ладно что, вывезет. Куда денется все-таки? Не зря ж столько наигрывал, столько в турнирах побеждал и так далее. А вот здесь его заметил этот сквад. И здесь парень сделал пару выстрелов, но не точно. По Густава ни одного не попало. Он сейчас сам пытается его как-то настрелять, на дамажить хотя бы для того, чтобы перетягиваться ближе к кругу. Но Чекал не заметил этих типов на горе. И сам понимает, что ему нужно двигаться, нужно подойти ближе к безопасной зоне. Тогда у него будут какие-то шансы. Вот здесь сейчас просто отличнейший момент. Чуваки зачем-то тормозят. И решили просто за камушкой, даже совершенно не двигаясь, похилиться, отдохнуть. И за это были наказаны. Две моментальные головы с мини 14 от Густава по первому сопернику. Он нокнулся, тут его тут же добил. И теперь этот сквад уже далеко не в полном составе. Их и так, по-моему, было до этого трое, если я не ошибаюсь. Теперь там максимум два соперника. Тут Густав замечает еще одного типа, который просто бежит, на которого не хватило места в мотоцикле. И ему остальные два друга говорят, ну что ж, прости, дружище, но ты теперь, ты теперь мертвый. И замечает человека, который прячется в кемпе. Вот это очень неприятно. Синько его выдавливает. Он просто хладнокровно становится и стреляет по нему. Здесь вот я бы, например, уже пытался пробежать. Но это и отличает профессионала, что вот он просто принял решение, что будет стрелять и будет либо нокоть этого человека, либо умирать сам. Ну и здесь действительно задамажил его, и у него получилось пробежать в круг без какого-то контроля от данного соперника. Прокидывает гранатку. Тут еще один тип оказался в соседнем домике. Нужно выкурить как-то обоих. Или, может быть, это тот же перебежал. Прокинул некачественно. Да-да-да, было видно, что не попадает совсем немножечко. Вот тут разогрел хорошо. И вроде сейчас может что-то попасть. Но, видимо, тип поменял какую-то комнату. И слышал прекрасно, что ему накидывают гранаты. Но вот здесь close fight нужно вывозить 100%. Иначе у Густава будут большие проблемы. Еще одна граната. Нифига себе, как они тебе столько поместились, дружище. Откуда в таком количестве? Услышал, что тип выпрыгнул, запрыгнул обратно. У него еще и фулл Т3. Но все, отличная игра. Переменилась в приятное русло. Хотя жилета нет. Жилет вроде тоже подобрал. И теперь у самого имеется дроповский сетап брони. Тут еще какой-то тип настреливает. Густав пытался пикать очень агрессивно, очень аккуратно. Но при этом совершенно не получилось. Сразу же словил хедшот. Хотя вот так на пол пикселя довольно быстро выглядывал. Тут понимает, что позиция у него что-то не очень. Что данный тип как-то уж слишком хорошо стреляет. Что нужно как-то выйти. И поменять угол. Поменять место. Чтобы понять вообще, как расстреливать данного типа. Постоянно меняет позицию. Все-таки пытается выйти, да, с неожиданной стороны. И так получилось. Тип вообще смотрел в другую, в другую сторону. Густав что-то кидает какую-то гранату в солнце. Непонятно, что это он придумал. Но вроде как опять может быть отвлекающий маневр какой-то. Не знаю. Но звучит и выглядит интересно. У него три соперника всего лишь осталось. Он при том не концентрируется только на одном вот этом. И понимает, что здесь его могут уже, например, обходить. Или как-то прятаться в поле. Что можно настрелять очень-очень легко. И замечать еще одного типа за камнем. Да, вот тут выглядывает очень четко. Дает сразу же отличную голову. И за счет этого сможет сейчас также поменять позицию. Заметил кого-то? По-моему, да, да. Раз настолько пристально смотрит. Видимо, там в тубзике находится тип. Ну и видать это все три. То есть здесь уже получил информацию по ходу по каждому сопернику. Хотя раз так легко стоит спиной, видимо. Но я, в общем, не видел в тубзике этого человека. Там была какая-то непонятная текстурка. Но Эйдзи, я думаю, этого было достаточно. Да, вот он, он лежачий полицейский. И да, все отлично. Найс, нико, чела. И вот здесь это было неправильно. Тут ложится. Вот Эйдзи получает также немало по ХП. Ему снесли полностью третью шапку. Он теперь будет бегать без шлема. И от любого хедшота. Даже от М416 отлетит. Что неприятно. Но, тем не менее, ему, я думаю, не привыкать тащить в не самой простой ситуации. Тут вот решил немножечко сбавить агрессию. Подбежать к тому самому типу, у которого вроде как был второй шлем. Эйдзи ему не давал головы. Поэтому можно было бы подлутаться. Но нет. Он, оказывается, просто брал угол. Оббегал этих двух типов, которые пытались кооперироваться против него. Но Кайт сразу же добивает Яхансона какого-то. И теперь остается один в один. Гранаты еще есть. Можно прокинуть какой-то обманывающий смок. А можно просто выйти и дать по башке этому челу. И забрать себе 23 фраг и топ-1. Просто красавчик. Отличнейшая игра. Ну и, конечно же, М416, как всегда, безумно радует. Безумно поражает своей кайфовостью. Ну что же, наслаждаемся последние деньки. Потом будем играть с Аскарами, с Берилами, с АКМами и так далее. Ну а я надеюсь, друзья, вам это видео понравилось. Желаю, конечно же, всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. И до новых встреч. А следующее видео... Уже совсем скоро.